И еще о коммунальных проблемах. Грибок, плесень и реки в отдельно взятом подвале. Жители дома по улице 2-я, огородная, не первый месяц борются с водой, которая топит их дом. По сути, новое здание начало разрушаться. Правда, проблема эта в округе не единственная. Автостоянка соседнего дома обрушилась в прошлом году. На месте побывал Денис Козлов. Все подробности в его репортаже. Грибы отошли еще в сентябре, но по соседству с их непосредственными родственниками, жителям огородной приходится жить до сих пор. Виной тому вода, которая топит подвал 24-го дома с лета. Дому всего 5 лет, и уже сейчас из-за недолгого воздействия влаги здание начало разрушаться. У нас очень большой объем воды. Если вы выйдете на улицу, вы увидите, что у нас даже все отмозки уже все вымыло за это время. Все, грунт просаживается. Вода ведь каким-то образом должна уходить из подвала. И она куда уходит? Она уходит по своим. Коммунальщики рапортуют, проблемой занимаются. Сегодня, например, на несколько часов отключали воду. Пытались выяснить, в чем причина. Не помогло. Да и на месте, как рассказывают местные, был только сантехник. Отключение холодной воды на 4 часа не принесло видимых результатов. Поэтому принято решение продолжить эту работу, продолжить мониторинг состояния подвального помещения, продолжить диагностику уличных сетей водоснабжения. Возможно, будет еще одно отключение холодной воды, о котором жители уведомят дополнительно. В следующий раз отключать воду и искать причины будут не раньше, чем через 10 дней. Именно за этот срок коммунальщики обязаны по закону предупредить об отключении. За это время воды в подвале явно меньше не станет. Возможно, опасения местных жителей за фундамент далеко не беспочвенные. Дома тут стоят на склоне. Но и земля, например, возле соседнего давно начала осыпаться. Власти даже объявили режим ЧС. Правда, сейчас осадков нет. Склон стабилен и официально тут лишь режим повышенной готовности. До конца года наконец-то должен появиться проект по реконструкции проблемного участка. Там все серьезно. У нас для устранения сложившейся ситуации с этим жилым домом разрабатывается два проекта, которые позволят нам, наверное, восстановить нестающую способность и склона, и, в общем-то, этого участка. Это и инженерное сооружение по укреплению склона в районе дома 22 по улице Огородной. И строительство ливневой канализации в районе этих жилых домов. Закончить оба проекта должны до конца года. Они городу обойдутся почти в 50 миллионов рублей. Затем два года уйдут на то, чтобы все обустроить. В общем, жителям Огородной в обоих случаях ждать решения своих проблем придется долго. Главное, чтобы за это время не произошло чего еще. Денис Козлов, Сергей Раков, 7 канал.